МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лось! А вот просто однажды я попал в такую ситуацию, когда во время гона атаковал лось, бык. Я ему попытался сначала на словах объяснить, что так делать не надо, но на него это никак не повлияло, и он просто-напросто побежал на меня в атаку. Я попытался от него спастись бегом, но у него ноги оказались длиннее, чем у меня. Он меня в считанные секунды просто-напросто догнал, и я встал, и он в восьми шагах от меня остановился с раздутыми ноздрями, встал, остановился и смотрит на меня. И я стою в оцепенении. Он посмотрел, посмотрел на меня, наверное, подумал. Чего-то ты не убегаешь. Я так хотел с тобой погоняться. Стоял, посмотрел, развернулся и пошел спокойно от меня. А там в стороне была лосиха с двумя лосятами. Его называют главным лесником страны и связывают с ним надежды на гармонизацию лесного и охотничьего законодательства. А еще ершистом, неудобным и всегда готовым броситься в бой. Он работал в разных уголках России, но больше всего пригодился родной нижегородчине. Спасибо, Владимир. Знакомьтесь, сенатор Лебедев. Лебедев Владимир Альбертович родился в семье военного в городе Новогрудок Белорусской ССР. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Представитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области. Он слышит каждый шорох, замечает любое движение, как книгу читают следы зверей. Кажется, что в лесу сенатор Лебедев чувствует себя куда комфортнее, чем в сановных кабинетах. И глядя на то, как он буквально сливается с природой, сложно поверить, что большую часть своей жизни он был, что называется, белым воротничком. Руководил энергетическими комплексами, работал вице-губернатором и вице-премьером в Нижегородской и Кировской областях, был заместителем министра природных ресурсов России. И мне подумалось, что надо все эти качества использовать на его малой родине. Владимир Альберс из тех людей, которые, не считаясь со временем, не жалея ни здоровья своего, ни сил, работают на то, чтобы решать стратегические, тактические вопросы. Мы многое с ним сделали в области теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. При нем мы начинали еще нашу стратегию работы с отходами. И когда встал вопрос о том, кого назначать мне сенатором, я твердо знал, что это будет Владимир Альберсович Лебедев. Что в области ЖКХ, в области охраны природы, в области лесного хозяйства, сохранения животного мира. У нас будет очень хороший посол там, в Москве. Видите, какие рога у него есть странные, с короной. А второй, второй. Это маленький, нынешний, что ли, ой, малышок какой. Сегодня одной из главных целей сенатор Лебедев называет «сбережение природы». Это и воспроизводство животного мира, и борьба с браконьерами, и развитие смежных отраслей. Охота и рыбалка при грамотном подходе могут стать мощным драйвером для экономики, уверен он. В развитых странах оборот по удовлетворению нужд людей в охоте и любительском рыболовстве – это примерно 3-3,5% ВВП. У нас на сегодняшний день лесное хозяйство в 2,7%. Это серьезно, это солидно. Это просто солидно. Этим просто надо заниматься. Такой первый шажок – это снять некие административные препоны. Раз. Второе – это нужно принять мудрое законодательство, которое бы инициативу в этой сфере просто-напросто не мешало, а помогало и развивало. И тогда можно уже задумываться и вести разговор с Министерством промышленности, торговли и так далее и тому подобное, для того, чтобы взглянуть на эту тему уже с отраслевых подходов, сказать, а почему мы это не делаем. Первые шаги уже сделаны. В лесах теперь можно строить вольеры – огороженные территорией для разведения диких животных. В охотхозяйстве Великовское на площади 100 тысяч гектаров живут косули, кабаны, белохвостые олени, завезенные из Канады и множество другого зверя. Абсолютно дикие условия. Поэтому зверь здесь человеку не привыкает. Он, знаете, привыкает к машине, которая ездит и развозит корм. Вот к ней как-то они привыкают. Машину, которая развозит корм, сами егери называют мамкой. Ранним утром, груженное зерном мамка, ездит по площадкам. Зимой, заслышав шум ее мотора, звери даже могут выйти из леса. Это тоже овес. В пяти местах мы здесь его рассыпаем. Летом раз в неделю привозим. Здесь я его высыплю. Они здесь были, приходили. Это десерт, да. У них сейчас естественного корма достаточно, но все равно посещают подкормочные площадки. Корма выращивают неподалеку. Охотхозяйство обеспечило работой ближайшие села. Каждый год засеивают 400 гектаров пашни, собирают до 600 тонн зерна. На примере этого хозяйства сенатор Лебедев объясняет, что главная цель охотку-нзывателей – сберечь и приумножить. Расхожее мнение о том, что охотники – это люди, которые эксплуатируют природу – это заблуждение. Поскольку на сегодняшний момент охотники – это те люди, которые в первую очередь защищают природу, оберегают ее. Поскольку у государства на охрану животного мира не хватает ресурсов и возможностей. Для более эффективной работы нужны законы, говорит сенатор. Один из них из области охотустройства призван четко определять, сколько и какие животные должны жить в таких вольерах. Ну, к примеру, у тебя живет 50 лосей, а охотничье устройство говорит, что у тебя должно жить вообще-то 300 на этой территории. Если у тебя их меньше, либо некачественно сделан охот устройство, либо ты неправильно хозяйствуешь. Поэтому хозяйствуй правильно, достигай необходимой численности и после этого тогда получай для добычи необходимое количество животных. Ну и оставляй столько, сколько необходимо для его расширенного воспроизводства. Чтобы у нас никакой угрозы, никакой популяции не было. Благородный олень с давних времен красуется на гербе Нижегородской земли. Это и эмблема светлого воинства, смелости, силы и дань охотничьим традициям, славившим этот край еще с допетровских времен. Нижегородская область входит в состав Приволжского федерального округа. Это мощный индустриальный центр России с наукоемкими производствами и уникальным потенциалом оборонно-промышленного комплекса. Здесь вершились важнейшие события русской истории. Именно в Нижнем Новгороде в 1611 году возникло народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским. Множество исторических памятников и православных святын хранят дух Нижегородчины. Среди них и Макариев монастырь, чьи купола и башни будто встают из вод. По преданию, первая келья этой обители была основана в начале 15 века преподобным Макарием, уроженцем Нижнего Новгорода. Добрым словом и лаской он обращал язычников в православную веру, благословлял проплывающих, встречал паломников. Здесь, на берегу Великой Волги, установили памятник ему, провели крестный ход и праздничную литургию, на которой собрались те, кто помогает украшать землю храмами. Я уже знаю не одно десятилетие Владимира Альбертовича Лебедева. Все время, как я его знаю, он действительно подтверждает эти духовные слова Священного Писания, что вера твоя, без дела, мертва есть. И Владимир Альбертович начал строительство храма, в том месте, где он проживает. Он принимает активное участие в нашем области образования, просвещения, культуры. И побольше бы таких людей, которые бы от сердца, от усердия, от совести трудились на ниве духовного просвещения. И дай Господи ему еще много потрудиться во славу Отечества, народа Божия и Богохранимой Нижегородской земли. Храм Преображения Господня в селе Великовском сенатор Лебедев называет своим послушанием. Построили его на высоком холме, и при закладке фундамента попали точнехонько в столбы старой церкви. Эти лики написал свой борский иконописец, и кажется, что в невысоком деревянном храме и дышится легче, и поется звонче. Во всем не хочется дойти до самой сути – в работе, в поиске пути. Эти пастернаковские строки будто штрихи к портрету Владимира Лебедева. Есть и другие. Ершистом и всегда готовым броситься в бой называет его Евгений Любин. Они работают, спорят, дружат уже больше 30 лет. Наверное, нужно сказать только одно, что человек, он всегда отличался очень высочайшими человеческими качествами. Для него дружба – это не звук, это не какой-то лозунг. Дружба – это забота о товарища, помочь товарищу, забота о тех людях, которые рядом с ним. То есть у него вот это в крови, наверное, от родителей, и с ним это всегда по жизни. Ну и второе, конечно, он очень профессиональный. Если он занимался энергетикой, то он изучил досконально, не будучи энергетиком, по образованию, по специальности. Он, я думаю, один из самых высоких профессионалов в этой области. Сейчас также досконально Владимир Лебедев занимается вопросами охраны природы. Он выступает за усиление контроля и закрепление персональной ответственности за лесные пожары. У каждого должна быть своя фамилия, цитирует сенатор. За активное вовлечение в отработу муниципалитетов, с одной стороны, и изменение отношения государства с другой. Если где-то саранча съела урожай, то это беда. И правительство Российской Федерации из резервного фонда выделяет деньги на ликвидацию. При этом сельхозпользователь и субъект прикрыты. Они понимают, что их государство прикроет, поможет, компенсирует. Удивительно, но в лесу такого нет. Наверное, лес – это меньшее богатство, наверное. А пожар – это, наверное, меньшая беда, чем саранча. Я реально, конечно, понимаю отговорки Минфина, которые до сих пор присутствуют. Это наше предложение, которое мы настойчиво в течение трех лет в каждых рекомендациях правительству пишем, что нужно необходимо разрешить использовать денежные средства резервного фонда правительства Российской Федерации на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в лесах. Восыны не там. Причем речь идет о не очень больших деньгах. На всю страну – это 800 миллионов в 1 миллиард рублей всего лишь. А леса, сгоревшие, наносят убытки в год около 15-20 миллиардов. То есть я могу сделать вывод один, что правительство Российской Федерации – нерочительный хозяин. Каждое деревце в этом саду он посадил своими руками. Пока еще почти невесомые, они уже дают плоды. Видите, груши. Тоже будут в конце августа, в начале сентября грушки. Пойдем к дубу подойдем. Говорят, что этот дуб помнит еще святого Макария. Кто знает. Но совершенно точно он хорошо знаком с семьей сенатора. Супругу Наталью Владимир Лебедев заприметил еще в Готковском политехе. В моем понимании образ любимой женщины, она должна быть миниатюрненькая, маленькая, чтобы как, знаете, как это в фильме Таиса Финской, можно было посадить там на плечо, что он большой, сильный, она маленькая и хрупкая. Двое сыновей – Андрей и Иван, каждый из которых по-своему продолжает дело отца. И главное, о чем мечтает сегодня сенатор Лебедев – «Хочется воспитывать и любить внуков. Ну, на крайний случай, внучек. А внуков очень хочется, потому что есть, что рассказать, есть, что передать. И есть к чему приобщить. К чему? Любить природу. Любить Родину. И сделать так, чтобы там всего себя и душу отдавали этой земле. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова